В этой конференции я в этом качестве принимаю участие в первый раз, хотя до сих пор предыдущий состав Союза золотопромышленников участвовал достаточно активно. Мне конференция нравится. Ну, скажем так, вообще я завсегдатый конференции Адама Смита, и на первой конференции по российскому золоту был в Лондоне в 1996 году. Поэтому мне есть чем сравнить. Конференция интересная, качество докладов достаточно высокое, качество дискуссии тоже вполне на уровне. С моей точки зрения, я бы вот здесь, я увидел здесь производственников, хотелось бы больше увидеть, может быть, банки, финансовые институты. Может быть, они здесь и присутствовали, но нам, как золотодобытчикам, всегда важно понять, где здесь деньги. Мы их пока еще не так много увидели. А так, в целом, очень позитивные отношения. Цена в любом случае достаточно высокая. Золотодобытчики чувствуют себя достаточно комфортно. Ну, маржа поебеда публичных компаний 40%, 45%. То есть, ну, сложно жаловаться. Все это во многом, конечно, благодаря высокой цене на золото. Из тех прогнозов, которые вот сейчас звучали на конференции, средств массовой информации, все ожидают, что она будет тоже расти в этом году. Мы поддерживаемся более консервативного прогноза, считаем, будет 1650-1700 долларов за унцию. Но это достаточно комфортный такой уровень для российских золотодобытчиков. В этом году Союз золотопромышленников сконцентрируется на идее создания специализированной биржевой площадки в России для юниорных компаний. То есть, мы считаем, что этот рынок де-факто у нас начинает оформляться. Юниорные компании – это те компании, которые ведут перспективную георазведку. Мы считаем, что их в стране должно быть значительно больше, нежели чем они сегодня присутствуют. Страна у нас богата полезными ископаемыми, их нужно разведывать, нужно вести георазведку. И с этой точки зрения в прошлом году Союз золотопромышленников выдвинул инициативу по созданию в стране специализированной фондовой площадки, которая бы как институт формализовала бы вот эти юниорные компании на рынке. Мы считаем, что неплоха была бы идея этой какого-то фонда, в котором бы участвовало, может быть, и государство, и частные компании, для того, чтобы вбрасывать инвестиции в георазведку. Вот это основной проект, которым мы работаем. Хотя, формально говоря, сегодня запасы таковы, что позволяют крупным компаниям, которые входят в Союз, спокойно жить в ближайшие 10-20, кому-то 30 лет, а кому-то и 50. Но мы понимаем, что разведочный задел нужно делать вот сейчас. Начинать георазведку нужно для новых поколений уже сейчас. Редактор субтитров А.Семкин